Отцы и сети в Беларуси усилят ответственность родителей. Проверять чаще телефоны. Проверять и смотреть за своими людьми. Брошенные или зависимые? Хотел нажиться на чужом? В Осиповичском районе работник похитил сельхоз предприятия. 200 килограмм смеси и комбикорма. Откуда такие аппетиты? Цена морали. МВД пресекло торговлю людьми. Предусматривает до 16 лет лишения свободы. Что грозит преступникам? Это сирена. Громкие ЧП за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Карьер не песочница в Быхове 10-летнего мальчика засыпала землей. Трое подростков катались на велосипедах около карьера на окраине районного центра. Бросив байки, дети решили взбираться вверх по откосу. В итоге грунт обвалился. Один мальчик оказался засыпан. К сожалению, спасти его не удалось. Следственный комитет проводит проверку. Карьер, к слову, сейчас не эксплуатируется. Высота его склонов около 7 метров. Смотреть в оба в Беларуси усилит ответственность родителей. Практически все ЧП с участием детей происходят из-за недосмотра взрослых. В социальной сети, как показывает, жизнь не исключение. Здесь опасностей не меньше. Зависимость, незаконный сбыт наркотиков, совращение и плохие компании. О шок-контенте далее. Гром среди ясного неба в жизни мамы 14-летнего подростка из Бавруйска прогремел, когда в дверь постучали правоохранители. В смартфоне мальчика обнаружен совсем не свойственный для ребенка контент. Расчлененка, сатанистская символика, фото порезанных рук и другая запрещенная тематика. Здесь же фрагменты, казалось бы, безобидного аниме. Только вот японскую мультипликацию 18+, не раз обвиняли в пропаганде насилия. Она влияет на детскую психику и даже способствует развитию суицидальных наклонностей. Впрочем, далеко ходить не надо. Факт налицо. Я увидел шрамы на руке, да, я ему сказал, что это он начал прятать. Я, говорит, ножом там один раз сделал. Говорю, это не один раз, постоянно там много шрамов. Ну, все, он спрятал, как бы так руку, ну, все. Ну, толком ничего мне не объяснил. Почему? После этого к специалистам не хотели его отвезти? Нет. Я ничего не... Ну, лично я нет. Мама, я не знаю, скажу. Ну, как я маме скажу, мама, давай его в дырку сдадим. Ну, как-то даже неправильно. Я пытался сам повлиять, но бесполезно. Мама с ним не справляется. Маму не слушает. Ни друзей, ничего у него нет. Он никуда. Он вот сидит на коечке, вот, и в телефоне вот смотрит там, и тубы там вот эти, вот это, как его еще, тик-токи вот эти. Все. Я даже не лезла к нему вообще, в телефон не лезла. Потому что у меня даже такое в голове не может быть, что мой ребенок вот это вот, по глупости, по своей глупости. Что он в телефоне смотрит? Там, видео никакие не показывал, тик-токи, бью-тюби. Нет, я вот когда смотрела, я к нему подходила, там идет тик-ток, ну, как обычно вот идут. Ютубы вот эти, фильмы. Он дальше продолжал смотреть, не закрывал ничего телефон, да? То есть вам показывал что-то? Да, он просто смотрел фильм. И это не все. В своем тик-токе мальчик публикует ролики об иркутских молоточниках, дуэте серийных убийц, или, как их еще называют, акадимовских маньяков. Кроме того, подросток поклонник Казанского и Керченского стрелков интересуется движением Колумбайн. Это название школы в США, в которой в 99-м произошло самое громкое вооруженное нападение учеников на своих одноклассников. Тогда погибли 13 человек. Инцидент получил широкий резонанс. В некоторых странах появились тематические сообщества в социальных сетях, посвященные этим событиям и восхваляющие организаторов убийств. Сначала субкультура дошла до России. Теперь Запад пытается будоражить умы белорусских детей, благо правоохранительный чеку. Колумбайн. На самом деле, самый худший теракт в истории для меня. Пусть он, конечно, да, самый популярный, там, все дела, но я не поддерживал идеи и само действие. Ничего. Убийстве ничего хорошего нет. У тебя в ВКонтакте есть публикация, написано «Моя мечта» и там фото дробовика. Что можешь по этому поводу сказать? Наверное, это просто была часть моих ассоциаций, понимаете? Я не чувствую какого-то выполненного долга перед человечеством. Потому что, по мне, недавно относительно, я понял, что жизнь не должна быть такой аморальной, как у меня. И люди должны жить куда более правильными идеями и решениями. Сам понимаю, что это неправильно. То, что там есть, то, что я там писал, да и, в принципе, то, что я распространял там свои мысли в всяких соцсетях, тоже не особо правильное решение. Парень не просто оступился, но и тянул за собой других. К счастью, это история с хэппи-эндом. Однако, если бы подросток осуществил задуманное, беды было бы не миновать. В переписке с приятелем мальчик перечисляет жуткие вещи, которые, как он выражается, приносят ему радость. Среди них убийство и причинение вреда другим. За первое грозит уголовная ответственность, за второе – административная. В обоих случаях наступает с 14 лет. Практически все ЧП с участием детей, будто падение из окон или трагедии на воде, происходят из-за недосмотра взрослых. И социальные сети, как показывает практика, не исключение. Здесь опасностей не меньше. Независимость, незаконный сбыт наркотиков, совращение и плохие компании. Отсутствие контроля и безучастность в жизни ребенка могут привести к непоправимым последствиям. За действия несовершеннолетних, которые содержат признаки административного правонарушения либо преступления, придется расплачиваться родителям или заменяющим их лицам. Штраф до 370 рублей. Из-за внутренней неуверенности психика часто принимает решение придумать свой собственный мир или уйти в мир вымышленный. Таким образом, ребята могут либо много проводить времени за компьютером, либо и для них важно принадлежать к определенной группе ребят, как в так называемой субкультуре. Сами ребята не способны уяснить, что можно и что нельзя, и поэтому все время проверяют возможность дозволенного. Из-за того, что ребята делят мир на своих и на чужих, сразу своим стать практически невозможно, поэтому родителям важно на более ранних этапах установить доверительные отношения со своим ребенком, знать, с кем он дружит, знать, где он проводит время и чем он там занимается. Если ваш ребенок проявляет чрезмерную агрессию или патологическую привязанность к определенной группе ребят или к субкультуре, лучше всего обратиться к детскому психологу. В большинстве случаев мама и папа контролируют только время, проведенное в интернете. Сами же дети не спешат посвящать взрослых в детали своей виртуальной жизни, а ведь там может быть что угодно. Родители, вы знаете, чем сейчас занимается ваш ребенок? Играет на улице, смотрит фильм, сидит в социальных сетях и переписывается? С кем? Нечего ответить? Тогда готовьтесь пожинать плоды. Что можете посоветовать другим родителям на фоне вашей сегодняшней ситуации? Проверять чаще телефоном. Проверять и смотреть за своими детьми. Шило в мешке не утаишь. Стали известны подробности аварии в Дребенском районе, где пострадала 8-летняя девочка. Виновником ДТП, которое произошло в начале мая, оказался 17-летний парень, пасынок владельца авто. Машину молодой человек взял без спроса, чтобы покататься. Вместе с ним в ваяж отправились три сестры, 80 и 14 лет. Злую шутку сыграло отсутствие у парня опыта вождения. В результате аварии серьезные травмы получила младшая девочка. Молодой человек сейчас под присмотром матери. Материалы уголовного дела переданы для направления в суд. Чей приоритет в Могилеве в скорую влетела газель? ДТП произошло днем 11 июля. Спецтранспорт двигался с включенными маячками, но без звукового сигнала. 48-летний водитель скорой выехал на перекресток на Красное. Шоферу газели обзор закрывал троллейбус. В результате чего машины столкнулись. Три человека доставлены в больницу. Утром деньги, вечером стулья. Раскрыта схема мошенничества в особо крупном размере. Отец и сын завладели картофелем стоимостью более 44 тысяч рублей. По просьбе предпринимателей их приятель позвонил в госорганизацию, которая реализует овощи и порекомендовал фирму знакомых как надежного и добросовестного делового партнера. Госпредприятие заключило с фигурантами договор и поставило картофель в полном объеме. Однако денег на свои счета не получило. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Хозяин Барин в Осиповичском районе работник похитил сельхозпредприятие 200 килограмм смеси и комбикорма. Во время осмотра территории дома жительницы агрогородка Лапичи в сарае было обнаружено 120 килограмм комбикорма и 80 пшеничного белково-крахмального продукта. Как выяснилось, товар женщина приобрела у 49-летнего односельчанина, в отношении которого сейчас проводится проверка. Украденные смеси возвращены в хозяйство. Ни денег, ни должности в Могилеве при получении взятки задержаны топ-менеджеры одного из крупных предприятий. Пользуясь служебным положением, с октября 2022 замначальника и ведущий экономист оказывали помощь коммерческой организации в процедурах закупок, на биржевых торгах, на поставку промышленного оборудования, за что в коробке с конфетами получали процент от стоимости. Общая сумма незаконного вознаграждения составила не менее 29 тысяч рублей. В настоящее время устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов. Возбуждено уголовное дело, менеджерам грозит до 10 лет тюрьмы, а также штраф и лишение права занимать определенные должности или выполнять некоторую деятельность. Ничего человеческого задержана международная группа, причастная к торговле людьми. Среди организаторов преступного бизнеса четверо израилетян и россиян. Их деятельность пресечена в ходе проведения международной операции в Тель-Авиве. В числе потерпевших белорусы, которых использовали с целью сексуальной эксплуатации на территории Израиля. Центральным подразделением полиции округа Негев, Израиль, возбуждено уголовное дело по статье «Торговлю людьми», которое предусматривает до 16 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Судом Тель-Авива в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста до судебного рассмотрения уголовного дела. С правоохранителями Израиля налажены прямые профессиональные контакты и плодотворное сотрудничество. Создана основа для дальнейшего взаимодействия в сфере борьбы с преступностью и защиты граждан Республики Беларусь от сексуальной эксплуатации и рабства за ее пределами. В подпольных офисах и местах жительства преступников обнаружено изъято порядка 600 тысяч долларов, эквивалентная сумма в шекелях, два автомобиля премиум-класса, мобильные телефоны, стационарные и планшетные компьютеры. Облика морали в Могилевской области ликвидировали порно-студию. Ролики интимного характера снимала 19-летняя жительница Краснополия и сама же выступала в роли актрисы. Контент 18+, девушка рекламировала на фейковых страницах в соцсетях. Готовые фильмы фигурантка отправляла только после оплаты. Стоимость варьировалась от 20 до 100 белорусских рублей в зависимости от предпочтений заказчика. Возбуждено уголовное дело. К слову, за совершение таких преступлений грозит лишение свободы на срок до 13 лет. Это была «Сирена». Ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и в соцсетях. Я Кристина Арианц. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова